здравствуйте друзья у нас сегодня гости на канале это знаете я хочу сказать вот все знают печальную историю адама и евы чем там все это закончилось вот мы противопоставляем этому позитив виде джона и евы джон это как-то баня что ли или какой джон джонатан на самом деле полное имя я из канады ну то есть вот так вас назвали джоном джонатан джон сокращенно джонатан я понял хорошо так ну представляйтесь вот у нас есть джон джонатан и его его откуда сама я родилась в москве земляки так советском союзе половина украинка наполовину где жили в москве ты марина но в марин потом уже переехали родилась и мои родители познакомились в мгу я родилась и там в общежитии для каска для молодожен когда ты женишься тебе студенческое в общежитии семейных семейность есть как чести вот там мы жили на ломановском проспекте вы помните это место время я помню я в детский сад ходил не мерсецкий до сих пор всякий раз когда проезжайте места я такой с большой давно проезжали эти места давно минимум два года назад хорошо значит и так живет все джонатан в канаде никого не трогай и чем занимаюсь чем я занимался но я учился при тем как мы познакомились я учился но даже когда мы познакомились я учился в сша в юте у меня была специальность русский язык и лингвистика и я поехал в россию по программе обмена и мы познакомились там то есть вы русский язык выучили вы вы не знали его раньше говорит абсолютно как на родном ребят вы видели как люди язык шершим нам так говорить по английски да я вам расскажу анекдот если вы не знаете эмигрантский анекдот из брайтон бич стоят два советских эмигранты вот они там да тяжело а что что вот можно но вы без языка то куда вот был бы у меня английский я в этом но и тут машина останавливается и какой-то американец что-то пытается спросить как проехать что они ну он уехал и один эмигрант другого ну что сема помог ему хороший английский так что хорошо так значит а вы что в это время делали я работала тогда работала я в госпитале в роддоме и меня друзья позвали на выходные в санкт-петербург как вы попали в роддом я была ординатором на тот момент закончил медицинский университет и поступил в родинатую до работала в роддоме и друзья мне говорят как раз было был марафон посвященный олимпиаде предстоящей в сочи это был 2013 год конец 2013 года октябрь и друзья меня позвали поучаствовать в так сказать флаг нести в эстафете факела да но им нужно было собрать команду семи человек вот мы там бежали минутку и передавали вот каждому по 15 секунд факел и я долго отказывалась потому что был на тот момент такой достаточно тяжелый период ночные дежурства и я радовалась выходным и я говорю не поеду я ваш ваш санкт-петербург и друзья мне буквально так это еще и в санкт-петербург ехать на какой-то санкт-петербург-москва такой самый длинный ночной поезд плацкарте я встретил своего будущего мужа там ну хорошо вы допустим бедный ординатор ехали в плацкарте а вон то чего иностранец изучал жизнь народа простого ну мне нравится плацкарт я просто не знаю когда ты разбираешься нормально и мы тоже учились нас было пять студентов которые через москве мы решили съездить в питер на выходные я тоже кстати не очень хотел потому что уже был в питере думаю лучше съездить куда-нибудь где еще не был но это неплохой способ узнавать страну ее жизнь вот у меня был момент такой студент позвал меня в качестве как называется там этот друг жениха да как-то по-русски рест-менную и по-русски как свидетель 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 да вот этот свидетель значит а ведь никого не знаю кроме вас в общем короче и я из всех способов значит добраться до этого где это бы это было в оранж каунте и я думаю чем я еще никогда не пользовался никогда не ездил на автобусе междугороднем этот грейхаунд и это хороший способ узнать где ты живешь вообще потому что люди которые там ехали таких не видел никогда там было много нелегалов уж нелегалов не пускают самолет без документов там были какие-то люди которые периодически выпивали они там там туалет задеть они выходили из туалета вот там был такой черный колоритный водитель который иногда выходил и пытался навести порядок в салоне он матюгами то значит на них там то есть это было нечто незабываемые часов 10-12 вот может быть значит джон также ехал у вас не было вы не пытались зайти в туалет и спустить воду в поезде она и вот вас не удивляло что туда прям все да да я помню один американец пару дней назад вот без него разговаривал он как он думал он там отвалилась труба не может сразу на дорогу понятно что уже много раз кататься под карте надо и в мне кажется так не работает я в америке ни разу на поезде не ездил честно сказать только вот может быть на борте там на электричке так познакомились и но начали встречаться можно так сказать но сначала не очень много как бы более формальным было что ли не прямо и не свидание можно сказать но со временем как-то сближали сближались и я уехал через полтора месяца вообще как познакомились потому что программа закончилась и даже по пути домой его поняла что скучает по мне она прилетела к встамбул ко мне на 2 2 дня всего я как бы да я у меня была пересадка там нет гулял немножко по турции и да мы опять виделись и поняли что все достаточно серьезно и так были расстояние отношения расстоянию долгое время получилось на 8 месяцев пока мы не я не при прилетел опять в россию и там сделала предложение уже через 8 месяцев и то через четыре месяца еще мы поженились в канаде я приехал на я закончил учебу переехал в россии то есть вы что называется проверили свои чувства разлукой да правда правда есть такая шутка говорят что вот как как знать если любишь как быть если любишь себя но не знаешь пользуешься ли взаимностью вот и как надо проверить свои чувства разлукой вот так что вывод вам это удалось вы чувство проверили сделал предложение вы приняли сразу или так еще не сразу 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 хорошо и что вы стали делать после этого но приняли родителям сообщили но хорошо это хорошо да ну а после джон уехал на пятую да ну и мне же нужно было закончить учебу да колечко оказалось но это не это это мы оставили в москве до подарил мне кольцо и уехал все ты невеста моя уехал а дальше я приехал уже опять штаты взяла отпуск на две недели он как раз закончил обучение в университете и а тот момент как раз джон купил машину здесь штатах линкольн старый линкольн до 88 года это большая итальянская машина за 850 долларов почему итальянская у меня такая ассоциация как в итальянской мафии мафиозная и мы погрузили все его вещи в эту машину и поехали вот изюты в канаду мы проделали 5000 километров за четыре дня и приехали в канаду познакомились с его семьей отметили рождество через два дня поженились и через два не вернулись в москву то есть я так пойти так живете вы где но мы жили в москве 8 месяцев и выбирают правительство дабы лишь и продолжаю работать в ординаторской ну ординаторскую я оставила я ушла работать в институт и рамки это институт стволов клеток человека можно так сказать такой частный сельский институт институт стволов клеток человека это частный биотехнологический институт где разные подразделения я работал в подразделении вспомогательных репродуктивных технологий то есть он помогали людям которые которых и сложности с зачатием иметь своих детей удаловалось прород да хорошо конечно вы были видеть да конечно то есть не чистая наука как бы использовать для дела да да хорошо ваша наука не оторвалась от практики даже я наукой вообще перестал заниматься это была чистая практика с пациентами мы там морозили репродуктивные клетки в общем а вот когда работаешь вот в гинекологическом таком бизнесе да это как-то влияет или вообще абсолютно никак не влияет на собственные мысли о собственных детях вот о беременности о воспитании там о чем-то или это абсолютно какое-то отторжение это меня не касается ну влияет бесспорно влияет когда работала в роддоме я поняла что собственно не стоит бояться родов что-то что-то естественно нормальное и никто не умирал и вообще все хорошо есть не было летальных исходов и не было таких летальных исходов не было когда я перешла работать в область где мы помогаем людям забеременеть я поняла что оказывается моменты когда у семьи нет детей они могут быть такими очень даже разломными критичными какими бы крепкими отношения не были и ты как как врач ты волей-неволей становишься свидетелем иногда этой драмы потому что приходит пациент там например супруга или муж они рассказывают пару таких историй которые они не могут рассказать своим родителям или своим близким друзьям так что я понимаю что оказывается дети в жизни человек играет огромную роль и проецировали я как-то на себя нет я всегда знал что дети это здорово если я хочет иметь детей а вот если мы на эту тему уже заговорили вот сейчас например по сравнению с тем как вот мы были вашем возрасте в наше время скажем девушка которая заканчивала университет на том месте высшее образование получала многие почти все уже были замужем в моменту окончания и вот если например там роженицу привозили в роддом и было там 24 года уже писали старородящие вот и ну правда а сейчас я смотрю вот много девочек они в 32 там только замуж выходит тридцать четыре 35 первый ребенок очень многие люди у них проблем они не могут родить ребенка потому что я не знаю почему почему чтобы что происходит то есть просто с возрастом фертильность ухудшается или они противозачаточными или что почему у людей где-то я читал что чуть ли не каждая третья женщина там после 30 имеет проблему родить ребенка ну такую статистику я не знаю наверное в каждом регионе своя например у нас в россии статистика какая официальная что вот если взять все бесплодные пары 50 процентов мужской фактор 50 женский фактор но по москве это наоборот даже не наоборот немножко другая статистика 70 на 30 70 мужской фактор 30 женский фактор почему так происходит с возрастом существует миллион одна причина что может произойти у той ли конкретная и той или иной пары но например у женщины да если даже не брать увеличение частоты рождаемости детей с например синдромом дауна дает там прямая крылья да ты видишь по статистике что например риск родить ребенка синдром дауна когда тебе 18 он там стремится к нулю он есть но он очень маленький когда тебе там 35 он существенно выше но дело но основная причина также в том что в отличие от мужчин у женщины определенный запас яйцеклеток да он сам начало сам рождение у нее такой и во время ее жизни вот и 20 потом и 30 40 эти клетки которые в ней на причине всей жизни находится они накапливают мутации то есть можно назвать так не то чтобы они стареет они становятся более бракованными что ли ну то есть накапливать определенные вещи которые они не должны накапливать поэтому конечно женщина которая в 20 лет забеременела у нее больше шансов на такую хорошую благоприятную беременность на хорошие без засложений роды с точки зрения синдрома дауна это имеется ввиду первый ребенок 18 там 30 или не важно какой по счету не важно какой по счету тут имеется ввиду насколько частота вот именно таких сбоев предопределение хромосом когда будут когда клетки делятся то есть он существенно выше у женщины чем то есть природа нас так сделала чтобы молодыми рожать ну можно так сказать да но наука сделала так что можно женщине помогать и делать например замораживать яйцеклетки вот что мы делаем и что делать кстати фейсбук что делает apple они страхуют и делать страховки своим сотрудникам женщинам они выделяют 20 тысяч долларов чтобы они могли заморозить свои яйцеклетки например когда им 20 и уже их использовать когда им 35 или даже 40 и процент успешности беременности напрямую зависит от того в каком возрасте была заморожена яйцеклетка я решать вмешательство какое-то но это такая очень тоненькая иголка под под ультразвуком просто прокалывают яичник и достают эти яйца клеточки их замораживают потом размораживают тогда когда нужно плюс для онкобольных это тоже очень актуально потому что зависит конечно от вида рака но зачастую химиотерапия она очень сильно влияет на репродуктивные клетки вот для мужчин тоже актуальны и для таких людей единственное спасение заморозить их клетки чтобы потом посредством не могли иметь детей может быть знаете такой велосипедиста армстронг у него такая репутация у всех он ассоциируется с допингом но вот у него была история что девяностотом году поставили рак и рак яичек и причем рак у него был уже с метастазами то есть это четвертая стадия был прогноз там 20 процентов была вероятность что он выживет его спасли и он заморозил кстати репродуктивные клетки и впоследствии я и вот могу ошибиться то ли не утроили четверо детей но они все были рождены вот от вот тех вот кривиал пробирочек с замороженной спермы которую запара заблаговременно подготовил если пантов не сделал него вам наверное должно доставаться от всяких батюшек там которые что вы вмешиваетесь в процесс но я тоже с ними беседовала я могу всегда рассказать хорошо и так вы познакомились началась оторвали от деятельности по помощи в репродуктивных всяких усилиев там будем надеяться женщины не пострадали там остались еще работники и вы поработали 8 месяцев в москве пожили новая дочь но я после свадьбы я работал да но я я преподавал английский в москве и совместно моей жили 8 месяцев в москве и работали пока не отправились а друг с другом бы на каком языке разговаривать на русском а по-английски можете можете практиковаться но я всегда стеснялась говорить джон на английском языке мне казалось что я на английском совершенно другой человек и плюс такой соблазн соблазн ты знаешь что человек любую минуту тебя может понять и всегда я очень быстро я составил цельный при сегодня только на английском говорю и быстро очень это планка падала я начинала на русском говорить мы никогда не говорим на английском то есть весьма английский я практикую с людьми которых встречаем вот в это это путешествие очень помогло так давайте к путешествию значит джон там работал в москве вы работали в москве потом вы сказали ну нафиг работать поехали путешествовать как если не сейчас то когда что-то еще путешествовать вам хотелось какие-то конкретные страны посмотреть или какие-то места особенные или вот вот чего вообще приключение просто наверное не конкретно смотреть на посмотреть на мир и что вы что успели посмотреть сколько сколько вы уже в пути будет год и десять месяцев через пару дней до это года 10 месяцев борода то есть у него раньше не было он побрился за день в москве вот оставил станок вся его поехал это какой кубинские революционеры они пока победы не будет не брились бороду бородачи фидель кастро его давайте корешки значит так откуда стартовали из москвы из малина и куда и но можно не знаю я взяла карту я могу рассказать словесно то что мы сделали это начало начало где то есть я могу рассказать что мы мы можем показать карту ну я уж не знаю что там получено видно что то видно можно синюю полосочку видно да мы проехали сша это наша 32 страна в это путешествие мы стартовали в москве мы проехали тридцать одну страну автостопом то есть мы из москвы выехали поехали автостопом по россии до монголии вот до улан-удэ потом мы спустились в монголию проехали автостопом пустыня фактически то ну да да проехали китай два месяца мы автостопили по китаю потом вьетнам потом камбоджа таиланд мьянма индия и когда мы достигли юга индии мы поняли во первых что нам не светит виза в пакистан нам сказали что мы не можем делать визу пакистан можно только делать москве дома вот и мы полетели из юга индии мы полетели на север африки мы прилетели в александрию и мы продолжили свои автостопное путешествие по африке то есть мы проехали автостопом египет судан мы проехали эфиопию кению танзанию замбию ботсвана намибию и потом мы перелетели в бразилию через ангол у нас была пересадка в анголе и мы даже там нелегально побывали один день без визы так получилось потом перелетели в бразилию и дальше продолжили уже автостоп по южной америке мы проехали бразилию два месяца провели в бразилии потом уругвай аргентина чили перу эквадор колумбия и из колумбии мы сделали небольшой перелет в панама сити из богаты в панама сити потому что такой небольшой участок километров 60 но там непроходимые джунгли и нет дорог как таковых есть случаи когда люди через эти джунгли как-то проходили на в общем автостоп там точно бы не сработал поэтому перелетели дальше продолжили автостоп уже у нас была панама коста-рика никарагуа гондурас сальвадор год и мало одни опасно автостопа не люди вокруг не поймешь какие там мало ли чего в какой-нибудь анголе например или там сомали не дай бог сомали мы всегда так говорим что все опасно в этой жизни жизнь жить опасно и мы не можем говорить в общем но в нашем опыте у нас было 642 машины вот за это путешествие автостопа подсчитывали да мы все записывали каждого водителя и у нас ни разу не было плохого опыта то есть никто нас никогда не ограбил никто нас никуда не завез куда не нужно никто может быть мы встречали каких-то людей с не очень хорошими мыслями но они нас обходили стороной наши дороги никогда не пересекались и наверное максимум что было плохое помню в таиланде мы просто не захотели с одним человеком ехать потому что он был немножко но он просто странно себя вел чувствую что от него пахнет алкоголем он слишком сильно хотел нас подвести хотя он не понимал английского он говорил только по-тайски нас это немножко заставило так вы как бы в конце путешествия и вы так мы приехали в сша в аризону путь вот сюда вот мы поехали сначала в городе продолжила поднялись до нью-йорка потом чикаго и потом сюда как бы на на юг калифорнии то есть мы пересекли всю страну опять да там было колорадо не всю не всю нарисовали да еще пока нет но это уже было не автостопом автостопа мы доехали из мексики мы доехали в город феникс назвали машин в аризоне мы благополучно как сказать схлопотали два сайтейшена два тикета два вызова в суд от полиции за что за автостоп на хайвэй вот и не положено но по закону кстати по закону мы не нарушали закон по букве закона но и даже не по букве закона это был первый день на штатах мы очень хотели конечно нарушать ничьи законные но полицейские всегда есть добрые есть хорошие плохие полицейские нас попался полицейский такой очень удивительный я почему-то представлялся полицейские других штатах но это нормально это жизнь вот и дальше мы уже купили машину фениксе который на сломалась продали мы купили потом приехали сюда на арендованной машине вот так хорошо и дальше вы куда мы хотим подняться по западному берегу до ванкувера так и потом пересечь канаду потому что я с востока из новой шотландии очень шикарно и так и мы отдохнем немного там что ну да потом мы как бы отдохнем немного мы хотим 6 месяцев провести в канаде провести рождество и новый год с моей семьей и потом перелететь другую сторону как бы в ладимсток а там что потом на поездах до москвы и это получится как бы целый круг на чем на чем поездах на поездах думаем делать остановки устраивать встречи с подписчиками которых теперь рассказывать про подписчиков значит вы канал завели когда из марьи на поехали или раньше по сути когда я сделал предложение мы как-то обсуждали это до того и я понял когда я уже сказала да что наверное уже можно сделать канал джон и его джон сам начал хотел канал я была очень я я никогда не я особо не увлекалась ютюбом и сама мысль о том что мы что-то будем кому-то рассказывать про нашу жизнь она ввергала меня в ужас и для меня тогда казалось что чем более ты открыт с людьми тем более ты уязвим вы его вы вы такие его его или вы еще кто-то его его то есть мама так назвала но на самом деле папа в честь прабабушки мои хорошо не то есть оба настоящие друзья у нас все по-честному на маму кстати называют джона иван иванович потому что папа джон тоже джон и вот ей нравится она всегда мечтала назвать сына иваном но не родилась . они договорились если родиться дочка называет папа если родиться называет маму так что вот мама рада что у меня старший брат есть и мама папа хотел второго тоже ребенка и мама говорит ну ладно если уж то пусть хотя бы то та девочка будет вот и когда я родился она долго не могла как-то вот смириться и вот когда я уже достаточно большой был мальчик она мне говоришь это вот родился бы ты девочка такая была бы девочка хорошая там вот атаков с иван ивановичем ну хорошо значит блок в какой момент он был заведен дату точно не помню но примерно сентябрь четырнадцатого года да и мы немного выкладывали видео я сначала сам снимал потому что мы были отдельно я жил в юте и было в москве я снимал сам практиковал немного как снимать монтировать потом я приезжал один раз приезжал youtube посмотрела там как я учился и мы снимали немного вместе и тогда уже когда мы поехали жениться мы снимали вместе и так далее уже да мы снимали то до этого вы спрашивали это канал о путешествии или от жизни я сказала путешествие потом исполнил на самом деле это жизни поэтому мы так и назвали джон и его потому что это про нас они про какие-то достепримечательности например и мы снимали до путешествия и после этой кругосветки мы будем продолжать снимать так что да и так к моменту когда вы стартовали из марьи на там год и восемь месяцев назад у вас были подписчики там сколько-то где-то 600 было до отправления числа уже кое-что уже кое-что да а где-то за два месяца до отправления я съездил на видео people это конференция видеоблогеров в москве и у нас было 50 подписчиков по моему я как-то через друга пробрался и там познакомился со многими ютуберами и один из них но одна пара они они рассказали много нас на своем канале и сразу мы набрали 600 а потом когда мы уже собирались уехать мы сделали такой небольшой трейлер о нашем путешествии анонс что мы планируем делать и мы набрали тогда еще на 500 что не значит в итоге сейчас у вас сколько там тысяч тридцать с лишним до 32 тысячи 32 тысячи это люди которые интересуются канадой это люди которые интересуются путешествиями люди интересуются иммиграции а просто лично вы им симпатичны что за люди у вас там ну все наверное но больше всего путешествие наверное мы даже не затрагиваем тема миграции хорошо ну просто это тема актуальна как выйти за иностранца не спрошу пока нет спрашивать что там вышла замуж за гражданство я думаю что в дальнейшем уже снимать видео на эту тему чтобы так сказать бомбить лайки просмотры но пока я даже не знаю что отвечать людям которые но кататься плацкарсе снималась блогер одна очень известна очень интересно вот она как раз про замужество рассказывает и она замужем за американцев здесь ну и и а знаете я ведь тоже когда спрашиваю вот так как вас я я же не готовлюсь ничего эти спрашивают разговор ну и я пытаюсь как-то систему внести какую-то разговор я куда улень какой скажи так вот женщина так интересуется выйти замуж в америку там за американцы первый вот что она должна первое сделать так но надо развести с тем что есть потому что некоторые умудряются и этого держать и и там искать и это было так неожиданно для меня так как это темы требующие раскрытия вот интересно разобраться хорошо вот вы едете путешествовать люди за вами смотрят гадости какие-то пишут или только хорошие пишут гадости тоже пишет снова очень маленький процент в целом такие не лично но большая часть это не личные просто там как сказать типа они могли бы описать то же самое кому угодно а ну да просто типа матовые слова какие-то но потому что могли же как-то ущипнуть за больного люди обычно пишет какую-то такую ерунду там мы не пишут что канада отстой или америка отстой или вообще-то вот сейчас придет путин и всем там по отрывает что иногда пишут иногда пишет там предатели что видно же что-то людей которые так и пишут они совсем не знакомы с тем что мы делаем и они вообще не мало чем знаком в этой жизни так что ну хорошо а вот хотел спросить то что вы учились вот вот вы какая-то в этом штате там вот у вас какой-то прошлое мормонская или вы интересуетесь мормонством или вот какая-то связь есть с ютой только я его нет то есть вы и родители мормоны да родители мои поэтому вам хотелось там укунуться туда но поэтому я там учился потому что я учился в университете Бригамайонга и Биуайю это именно как сказать церковь спонсирует этот университет ну как бы университет даже принадлежит церкви можно так сказать ну хорошие ребята там да да мне понравилось даже не знаю даже на самом деле много не мормонов учатся там из Китая многие приезжают и они им очень нравится что там вообще запрещено пить например это очень спокойно ну в университете то есть по правилам университета студенты не должны пить курить и так далее так что я думаю что многим нравится что там очень спокойно что можно больше сосредоточиться на учебу мы когда ездим в Мексику например вот то основной контингент мексиканских этих курортах это канадцы которые приезжают и вот это там all you can drink фактически вот и целыми днями они там это употребляют радостно вот и так прямо веселых такая то есть такой образ создать люди приезжают и беда выпить но многие так но дело в том что многие так делают в университетах сша то есть но там где можно особенно там первый год там не знаю первые два-три года что ли веселятся и пьют и прочее так что нужно платить все это время пока не сильно ну кто-то либо кредит или родители платят хорошо какой вопрос а ну а дальше после этого планы какие у вас что будете делать ну доедете до родителей я понял там вообще канаду пересечете с запада на восток и мы может быть вы работать хотите как-то может у вас творческие планы там можно работать нам мы мы в этом участие мы у нас был определенный бюджет скопленных денег которым по сути тратим там youtube приносит совсем небольшую копеечку но все равно здорово и мы конечно с первой цели это как-то наполнить наш бюджет потому что сколько можно же просто тратить вы работать собираетесь в россии в канаде где там и там наверное но да у нас много разных идей наверное в первую очередь мы хотим детей мы уже знаем что умеем зарабатывать то есть я могу в любой момент преподавать английский например и можем достаточно зарабатывать чтобы жить в россии нет такого что надо иметь разрешение на работу если ты иностранец да да конечно но для любого человека должен иметь разрешение но не сложно получить как-то я не в курсе но не так сложно на самом деле если через школу нами обычно меньше платит почти все иностранцы которых я знаю которые работают россии они не имеют разрешения работать так как и ну как и очень много русских которые работают в черно это принципе одинаково такая не здесь нет и имею ввиду в россии то есть они не официально получаются но они может быть просто налоги не платит но у них есть право на работу здесь это так как бы да интересно то есть но когда мы приедем я на самом деле мы уже мы хотим пожить какое-то время в россии я хочу сделать видножительство и с видомножительство уже можно легально работать так что какой-то был путешественник очень известный 200 лет назад ездил по россии из запада из европы откуда это и он написал такую фразу она стала легендарной потом что суровость российских законов вполне компенсируется необязательностью их исполнения на днях с одним американцем тоже разговаривал он там стартапами занимается в москве и он говорит что 2005 году по 2006 он приехал и там начал жить москве и заниматься всякой работы в сколково или там еще до сколково и он говорит с меня столько денег брали за езду там за ну вот и штрафы полиция с него милиция брала я же тогда не знал что можно договариваться с милицией оберегать ему говорят плати он платит вот но и сейчас он уже задним числом говорит я же не знал что может это говорю хорошо ладно так ну может быть фарплана мы не договорили наверно то есть работа мы хотим детей мы хотим работать но уже после столького времени вне системы можно сказать не хочется работать так понедельника по пятницу с 9 до 5 но что-то другое свое мы будем продолжать снимать мы хотим для так что мы могли еще удаленно работать если что то есть мы бы хотели жить в разных странах наживать уроки английского можно очень нехорошо удаленно да да в скайпе полно людей любыми ты даже с помощью канала в принципе мы можем сказать что вот я буду вести уроки английского кому интересно вот так вот по скайпу конечно когда у вас есть аудитория да да так что здесь какой вариант есть какая-то монетизация с этого дела я если вы знаете чем вы тут занимались или не очень не до конца наверное только немного представляем у нас учебное заведение школы такая техническая инженерная то есть иммигранты в основном учиться они там несколько месяцев потом на практику в компании потом на работу вот и собственно вот и все но просто когда этот канал у нас пошел то собственно все так все забито у нас лишних не посадишь нас есть две классных комнаты и то есть это не было какого-то коммерческого назначения этого никак ну то есть но дальше получается когда тебя много народу знает вдруг возникает какая-то известность так потом рикошетом это все информация ходит вот то что по-русски называют сарафанным радиум и у меня онлайн и онлайн-класс разросся там когда-то у меня был небольшим ну каким-то был там пять лет назад там было там 20 человек а сейчас 150 и да я думаю что это в значительной степени из-за того что вот есть какая-то известность связанная с ютубом лучшее он бы и так наверное рос потому что когда люди работу находят приходят друзья приходят знакомый тот или но тут еще тоже добавляется поэтому на английском на уроки да да ну конечно но они же работают сша это у меня есть отдельно на русском я записал специально там 20 часов лекций висит на русском свободном доступе и я все время письма получая за россии украины белоруссии люди смотрят и там находят работу такое тоже есть да то есть мы мы их учим как тестировать программное обеспечение то есть софтворка получаешь вот и чего хочу сказать что когда когда есть кого-то какой-то пол людей да то всегда дальше что-то такое в тебе наверное есть чтобы тебе с эти за этим обращаются кто-то консультирует там по иммиграционным вопросам кто-то вот у нас есть такой дружественный канал во флориде вот там женщина она часто работала в банке она сейчас ушла из банка пошла в рил эстейт и ну почему нет конечно когда если ты хочешь купить что-то во флориде ты вот уже риэлтор есть да 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 правда это старым мы хотим уже так как можно побывая во многих странах и многие из этих стран очень понравились нам возвращаться какие-то же жить расскажите время что понравилось на их много но нам китай очень понравился бразилии очень нравится колумбия мексика очень очень понравилась мексика может быть я вот вас слушаю и у меня сразу начинает выстреливать значит китай в этом жуткая экология значит там бразилия там преступность уличная там мексика там просто преступность и довольно бедная бывал много раз мексики я не знаю где вы там конкретно и что понравилось но в общем там очень бедные люди живут даже как-то этим то есть вот вы так быть там так классно думать что-то они такое там увидели наверное какое-то место что ли но потому что в общем-то это не небезопасные странные как-то и даже не знаю ну это все относительно я думаю и как сказать конечно мы знаем что есть минусы и в этих стран то есть экология качество воздуха там уровень загрязнения в китае это очень большая большая проблема но не знаю там очень много плюсов нам очень понравилось но там его всегда говорила что три минусы у нее было в китае это загрязнение кто как люди вводят и бюрократия хотя мы не сами сталкивались этим но немного мы слышали много рассказов да но и с точки мы столкнулись это было очень так бюрократия как а как и как они вводят эгоистичные об это так назвала ну то есть например у тебя горит зеленый свет и пишу у пешехода ты не можешь спокойно переходить то что люди которые направо поворачивают они тебя даже будут бампером подпирать но не дадут тебе перейти на твой зеленый сигнал для меня ты как просто но я всегда очень боялась на переходе дорогу в китай на при этом человек когда с тобой лично общается он прекрасно очень дружелюбный хорошенько садится машина становится очень эгоистичным я надо выдать пешеходом железные палки как допустим в одессе для этого использовали зонтик но в принципе значит и человек что-то там нахальничать и все в соединенных штатах это компенсируется наличием бак нестрельного оружия в том числе да но я думаю что это правда такая вещь что китай может менять что-то очень быстро и зайти мне пожалуйста камеру вот лежит вот следующая следующая вот да вот я например взял простую камеру дешевую хоть прикрутил к ней ручку вот она тут на колесиках вот такая на колесиках ручка очень очень удобно знаете то есть она с одной стороны когда снимаешь практически нет тряски потому что рука абсолютно амортизирует все что угодно другое дело что немножко наклоняется так а если левую руку это тоже надо следить но я к чему говорю да я бы насчет в это вождение этого тогда кладешь камеру в карман вот так положил так положил в карман так ходу там не видно вот так положил в карман и сразу не так вот положил кому-то подошел ну так и не тут вот ручка просто было видно вот так что люди по-другому относится креативно реактивно можно ходить рано но всегда есть плюсы и минусы в разных странах но в этом большинстве мы поняли во первых первое что мы нет такой страны где мы бы не могли жить вот и второе что да мы мы жили там достаточно очень не похожи друг на друга странах и второе что все те клише которые ну например там бразилия преступность вот как вы говорили на китай экология это далеко не самое важное что можно знать про страну и с некоторыми минусами даже можно мириться если смею с ними не мириться как бы вы жили в москве то я чё думаю а вот нападали ли на вас то есть были такие места где москиты жрут человека или там летает всякая дрянь вот у меня студентка была из джексон билл из флориды северная флорида и она говорит вы знаете михаил мы купили таунхаус и мы так мечтали что там немножко дворик там какой ты вот мы будем сидеть и пить чай а там как нельзя пить чай там ведь только будешь на улицу там налетают кусают причем какие-то жуткие злые их много они тропические как бы для советского человека не никак вот и вы в таких местах как вот по африке путешествовали ну кстати во флориде мы видели люди сетки эти строят такие беседы есть такой этом выращивание объяснили что комаров конечно мы путешествовали во многих странах где мы путешествовали в таких местах где вот мы всегда жили семьями то есть мы не оставались в отелях практически мы жили с местными семьями ему вот я помню в танзании мы ужинали с одной семьей мы решили спросить про малярию мне почему-то сказал что дико неприличный вопрос на я набралась милости говорю а вот вы болели когда-то малярии потому что я будучи там студентка медицинской университеты никогда не видела малярии в живую и вообще-то очень такая загадочная далекая болезнь они сказали да мы болеем и потом они сказали что как часто они болеют малярии но как на я помню что отец семейства говорил что было время что когда он раз в месяц отец мать и по моему них трое детей маленьких и вот когда начали они смертельные болезни это смертельная болезнь но может может быть да но лечение настолько дешевое там лечение малярии стоит может быть два долларов в общей сложности я помню эти жуткие истории когда мы читали ну у нас с вами детство в разное время происходило но вот там книги про путешественников вот в частности как англичане в индии это рекламе за тары что они там вообще повально болели малярии и лечились только вот там что это виски пили там не знаю что там нет жена вы только только алкоголем вот уж там страшное дело как это косила это малярия в индии это правда малярия очень многих косила и скашивает до сих пор но когда есть в педа в какой-то доступности год где ты можешь всегда прийти и если у тебя дети например танзании там так дети дети бесплатно терапия лечение от малярии взрослым это стоит полтора доллара то есть ты видишь первый симптом они очень хорошо умеет распознать первые симптомы для них это не как для нас они сразу идут госпиталь им дают курс таблеток и все все здорово другой вопрос если человек далеко от госпиталя он не получает лечение то это конечно может заканчиваться смертельным исходом и зачастую так и происходит что то есть планета нашим совсем даже не такая грустная как может показаться но если новости не смотреть каждый день то на самом деле а если сильно с людьми общаться вот с местными в разных странах можно понять что место мир не так в вашем детстве вот сказки пушкина читали да вот это вот за морем житье не худо в мире есть такое чудо да и рассказывают то есть замурием житье не худо вы подтверждаете да да но ко всему всегда ты можешь найти какой-то ключик вот про комаров так я не ответил на наш вопрос нашим ключиком были противомоскитные крема и то есть инстаграме ленты сетки где-то вот мы спали там уже были сетки или если палатки то мы старались сделать так чтобы никто туда не залетал и ну и конечно мы прочитали заранее что делать и какие симптомы малярии чтобы вовремя не так сказать но я врач это помогает очень новый плюс когда это действительно реальные проблемы в определенном месте люди в курсе это есть на них и сетки например над кроватью ребята такой вопрос все-таки вот если как бы вы хотите самореализовываться там ну не работать там с 9 до 5 там и т.д. ну кроме обучения английскому допустим вот что то такое чего еще бы вы хотели делать вот к вам рассказали делай что хочешь чтобы вы делали ну я могу начать у меня пока нет такого чтобы я сказала вот это точно хочу заниматься всю жизнь но не знаю в этом участие очень хорошо я видела буквально у меня такая мысль родилась она меня focus на работа вот эта работа когда ты приходишь когда тебя спрашивала ты работаешь нашел работать и бришда нашел эти так но все хорошо устроился человек жизни я поняла что работа просто ворует человеческую жизнь вот воруют жизнь человека что даже аппарат люди которые там любят творчества они любят не знают любит например у брата new джона любит играть на гитаре сочинять песни вот когда работа тебя полностью поглощает ты даже ты даже почему то время не находишь на то что действительно нравится вот и я не знаю чем я буду заниматься будущем но я думаю первый шаг это понять чем я точно не хочу заниматься вот прямо перечислить чтобы я не делал давайте я еще этим не занимался нам анализа но чтобы я не делая бы не 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 создавал работу который подразумевает обман людей например вот мне нужно человека обмануть чтобы например получить какую-то прибыль мне было бы просто нет вы очень наивно рассуждаете дело в том что вы можете что вы осчастливили этого человека тем чтобы мы предложили и сделали а он скажет что вы его обманули это не вы будете решать нет вы для себя должны конечно сделать нравственный выбор и вы не будете продавать там допустим медное кольцо за золотое то есть это вы можете предложить что-то такое но последнее слово вы должны быть должны быть готовы к тому что вас как бы мог очень негативно оценить это обычное дело то есть вопрос статистики скажем что там 5 процентов как дислайки под видео там 5 процентов дислайков вообще чемпион а допустим 75 это уже конечно может быть сигнал какой поэт не знаю даже 75 не знаю если даже никому не понравится это просто мое ощущение мира что в мире столько разных возможностей ты можешь заниматься чем угодно и действительно но просто миллион и одна идея будет для вашей жизни вот ну я не спрашиваю так как вы ездили там по странам азии вот чтобы жить где-то в москве или там не знаю в канаде где-то жить вот сколько вам было бы нужно денег чтобы сказать нормально можно жить там нет смысла рваться за большим раскрыть сколько денег нормально на хороший вопрос но мы поняли что в москве так как нам не нужно платить аренду мы жили в квартире с мамой его 1000 долларов это на двоих было нормально к это есть мы жили достаточно хорошо чтобы не платить за жилье только то есть на жизнь да 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 ну как бы в принципе можно было бы немного копить но всегда бывает там разное там если нужно какую-то операцию делать или без автомобиля без бензина без страховки с бензином страховку мы платили страховка бензин мы копили все же хватало тысячи долларов да мы это среди но мы пытались копить поэтому мы мы старались как можно меньше тратить но мы особо не жалели на еду мы много ну как бы мы пили соки или мясо и так далее но мы тратили меньше тысячи каждый месяц и было там что с чем-то 800 это было создано мы знали что мы хотим отправить путешествие мы пытались копить максимально сколько можно я думаю что в россияне должны брать вас пример как жить скромно но я бы на то некоторые три тысячи вместе получают им не хватает ну да и кто-то 15 тысяч получает месяц и не хватает но мы но это очень важный принцип всегда нужно тратить меньше чем зарабатываешь мы так делали мы обычно мы тратили где-то половину того что мы зарабатывали да и пытались копить но я бы не сказал что типа 1000 баксов в месяц и все я буду сидеть ничего не делать но я чувствую что 1000 долларов месяца достаточно чтобы жить достаточно комфортно в москве по крайней мере тем более в регионах до без учета аренды и это только мы бы мы еще детей хотим и мы бы хотели еще копить деньги может быть вкладывать деньги куда-нибудь так что мы бы хотели конечно больше с точки зрения вот растить детей да вот этот environment в котором вот с вашей точки зрения как бы это здорово вот вот именно там растить детей вот из того что вы видели где бы вы хотели чтобы ваши детки росли я бы сказал в первую очередь нужно создать такую атмосферу такую среду внутри семьи то есть где человек чувствует себя комфортно что он может выражать свои эмоции чувства и учиться и так далее в плане страны не знаю это сложный вопрос везде есть свои плюсы можно сказать минусы на наших взгляд мне очень нравится например странные я помню в бразилии такой момент я заметил что дети очень приветствуются то есть в ресторанах например даже мы ходили в пиццерию и там есть детская площадка такая где работник ресторана смотрит за детей и ну мне нравилось что люди не стеснялись что у них есть дети что я особо не слышал чтобы когда жаловался что дети там что-то кричат или и там женщины кормят детей грудью даже на автобусе мне мне нравилось что люди не стесняются и это это большой плюс мне потому что есть мне кажется даже в россии бывают и в северной америке что типа но вот дети не должны быть в ресторане дети там не должны быть самолете что ли некоторые возмущаются когда ребенок плачет например но не забывает что они все были дети когда нас есть племянник в нью-йорке моей жены вот и такой десятилетний мальчик и мы пошли на рина open house где-то тут ходили и там риэлтор выставил какую-то закуску и там вино стояла на калифорния тут белая красная да еще бывает еще кто-то гитаре играет посадит человека там цены дома зависит ну и короче мальчик он ходил там яблоко съел там лежали яблоко потом он посмотрел все люди пьют вино и он подошел к риэлтору значит дернул это мы говорит скажите у вас есть child friendly drinks так сказал неожиданно но вообще латино латинская америка классно в плане семьи и очень классно семейные как это ценности можно сказать мексике очень чувствуется то есть семи гуляют вместе там церковь и детки нарядные все в платье с бантиками там и много детей до семейные ценности конечно но у нас я думаю не знаю в сша они мне кажется немножко похожи россии люди гуляются другими людьми своего возраста то есть 20 чем-то лет они все вместе гуляют там подростки вместе в мексике это видишь что семьи вместе то есть два парня 22 у него там сестре 5 лет и они были они играют вместе они вместе с и меток это мне кажется здорово помогаю там подростки не стесняются там взять дедушка за за рукой помогать там ходить или да это здорово я даже помню в перу когда мы жили помнишь у одной семьи мы жили нас пригласил девушка к себе есть такой сайт кучсорфинг который конечно конечно вот и нас пригласил 23 летняя девушка молодая и макнулись вот атмосферу ее семья у них семья мама папа она ее сестра и я была настолько удивлена заходишь к ней в инстаграм вот зайди в инстаграм 23-летней девушки в москве например ну скорее всего будут какие-то селфи там фотографии каких-нибудь мероприятий там путешествий независим из того что ей нравится но мне кажется что найти человека который там запустится заполнится фотографиями своей семьи но стремится вероятно стремится к нулю но вот у нее к ней захочешь в инстаграм и не везде фотографии где она там с папой с мамой где они там на пляже где они там на какой-то вечеринке она всегда там их обнимаю семейную но при этом она как бы она абсолютно то есть у нее свои друзья у нее есть своя какая-то жизнь но она ничего не стесняется спрашивать у своих родителей нет она говорит что мои вот моя папа мама мои самые лучшие друзья близкие что и кажется что на их как бы ну это настолько на меня было удивительно у нас очень много ребят молодых на канале и я все время отвечаю на вопросы то есть началось это с америки там кремниевой долины там не знаю технологии в итоге это пришли пришло к тому что я просто же по возрасту кого-то 61 год и как бы по возрасту присматриваю молодежь и какие-то вопросы есть там я знаю о любви там о браке в семье очень много таких людей вот как сироты какие-то знаете вы никак вот выросли и есть родители отношений нет теплых и спросить нечего потому что они жизни не знают и вот нет нет такого взаимопроникающего такого найти вот вот такая дисфанкшнл семья и я читал что в америке 70 процентов семей дисфанкшнл я не знаю как верить не верит на что то есть как бы так люди живут вместе но они каждый сам по себе и да я просто к чему говорю что когда у тебя есть родители с которой ты можешь все обсуждать скажем я я прошу по российским понятиям по наши нашего время это большая редкость очень большая и они для нее пример что самое удивительно для меня что они для не пример каким человеком ты можешь стать к чему стремиться может быть даже это как бы перепрыгнуть их но вот они для нее пример они какая-то там суперзвезда или там какая-нибудь известная видеоблогер там с миллион подписчиков бить и блогер дизельные родители пример они построили хороший замечательный бизнес и это удивительно и мы когда спросили мы да и мы ее подозвали грима в чем секрет ну расскажи биби в чем секрет вот что у тебя такие отношения классные с родителями и она так подумала подумала и потом такая мам а в чем секрет нашей семьи это тоже было так ну трогательно и мама пришла она тоже долго думала сказала потом такую фразу на упрещение без давления что давление это очень плохо и она объясняла что она никогда не старалась не в вашем поколении вас сверху давили или нет вот скажем у нас у нас было строго вот допустим что люди скажут там нельзя высовываться ты чего умнее всех тебе что больше всех надо но мои родители так не делали но я чувствую что вообще система вот в школе так было да я знала чтобы быть отличницей чтобы я знал что нужно делать чтобы нравиться учителям и чтобы нравиться учителям нужно во первых с ними соглашаться потому что мало кому нравится когда ты с ними соглашаешься и вот это вот не высовывайся а что тебе скажут на самом деле да вот я часто слышала такой особенно от бабушек я жила четыре года на украине когда была совсем маленькая с пяти до девяти лет я пойми часто говорили его ну ты же девочка вот всегда должна быть всегда должна быть расчесана всегда юбочка должна быть поглажена то что тебе подумают вот подумать что там из бедной семьи или что там у людей нет денег на утюг а вот здесь в сша даже утюг не у кого попросить я помню приехала кто же у нас недавно утюг просил а приехали наши друзья из россии и вот подошла к нам катя девушка и говорит ева мне нужно погладить платье и я рассмеялась игры ты знаешь ну попробуй конечно попытай удачу но я не думаю что здесь у кого-то есть утюг она пошла спрашивать и не было утюга в доме людей и мне кажется так легче жить когда тебе не важно что это как бы конечно все в пределах разумного но вот думать о том что тебе скажут люди и из-за этого брать там не знаю что-то наглаживать это это не значит что глажка это плохо что ты уже пошла в какие-то крайности на просто это какие-то явно ложные принципы вы начали с того что мама девочки сказала что мы у нас нет давления с этого начали оттуда пошло что без давления да мне кажется это вообще замечательный совет без давления надо же ты она объясняла много что типа но например они ходят церковь но они заставляют они хотят то пожалуйста если нет то нет хотя для них это очень важно для родителей но для мамы кажется что мама очень религиозный человек она говорит что например я спрашиваю дочку вот хочет ли она пойти в церковь если нет то нет я одинаково уважаю ее выборы и не говорю что ей нужно потому что это там правильная церковь потому что иначе это не спасется не спасется да или что то еще но вот нет очень понравилось и так когда ты мы жили где-то не знаю 140 разных домах в общей сложности и может сбили со счета мы ведем мы записываем каждую семью которая нам помогала который открывал свой дом для вы с ними потом как конечно и всегда ты волей-неволей замечаешь какие-то очень такие действительно моменты которого ты бы хотел перенять свою семью и также волей-неволей ты замечаешь момент который вот так вот смотришь что например я смотрю на джона джона меняем таки давай так не будем ладно давай запомним и так не будем и мне кажется что это так очень а вот смотрите вы выросли в москве джон вырос очень совершенно другой стране в мире чистоганна в этой психологии индивидуализма что мы знаем про америку как прокатом вот и вы вот оказалось много общего вас или наоборот вы на контрасте я думаю что там много общего я так думаю я думаю что вопрос про давление у нас в семье я думаю что то что у тебя не было у меня не было но я думаю что это просто связано что у меня как бы тоже не было я очень сопротивлялся я бы наверно не слушая если бы было давление на как-то мои родители рано поняли что нет смысла давить не давили вообще наверно с 14 лет да и как бы у тебя тоже не было давление я думаю что это уже что-то общего да я бы сказал что на меня с 14 лет больше добили чем дочь ну что же хорошо ладно давайте мы гостей наших отпустим сан-франциско туда едете там у вас тоже каучсерфинг там какой-то подписчики зовут вас приезжайте к нам такой уникальный опыт мы но во время путешествий никого не встречались подписчиков то есть мы знаем что нас канал подписчиками все онлайн один раз встретили парня в таиланде которые там сидел нам опять такой подождите его знает и джон ты его это весь наш канал вы были так рады но потом все тишина африка вообще никого не встречает даже там путешествия не встречали до латинская америка тоже никого не встречали кто бы нас смотрел а приехали в штаты люди стали писать ребята давайте там встретимся по обедам и ребята приезжайте к нам вот мы два раза останавливались в орландо и в нью-джерси мы останавливались в семье наших подписчиков это было просто потрясающе я вот всем советую кого есть канал когда-нибудь хоть раз приехать домой к своим подписчикам потому что но это уникально люди про тебя ты приходишь люди про тебя же все знают а еще блогеры друг другу тоже ходят в октябре ездили в мишкин там будет есть блогер сергей и значит мы с полетели в чикаго там побыли пару дней там у меня студент онлайн и вы нас там пару дней погулял по чикаго там пошли в украине на велочей там именили сердце что называется я там выбирала из десяти сортов вареников этим украинском таком ресторанчик это что тоже какие выбрали не помнить вишню творог там нет потом мы через индиану поехали потом мы приехали этот мишиган и я хочу да а в чикаго нет да в чикаго когда мы были в чикаго так там собралось человек на на там 35-40 они съехались из миннесоты приезжали то есть там люди по три часа ехали чтобы там с нами собраться на дали комнату большую там какой-то калчурл центр там украинский вот мы там собирались и так неожиданно вот когда едешь куда ты там подписчики это очень очень теплые такие встречи то есть мы уже вполне могли бы собирать аудиторию большую там 33 тысячи довольно много но будет интересно когда именно в россию приедем или будет узнавать нас и мы будем устраивать встречи это будет очень интересно у нас вот ребята приезжают я там виде видео повешу их начинают узнавать на улице но тут много наших зрителей вот прямо здесь неподалеку вот и какой-то мы тебя знаем там у тебя знаю по италии мы шли с женой там где-то в шопинг-плаза большая и там девочка этом там снимаю там гондола такая была знаете там детки маленькие вот детки гондола и вдруг это мамка это же михаил портном силикановые лобу я прямо камерой наезжаю да такая из праги приехала на шопинг василиса васильева я за такой блогер вот ну и мы с ним были договорились что с ней отдельно потом снимем подозраться же встретились значит сигнал пришел значит отдельно интересно но вообще вот youtube со все эти со всеми этими делами настолько кардинально меняет вот путешествие то что ты едешь куда-то и там люди есть которые тебя ждут к нам и рады которые тебе интересны это очень здорово друзья кто любит путешествовать заводите блок это здорово правда ну что давайте у вас тогда отпустим в сан-франциско спасибо большое что зашли ребята с дороги они ехали ехали из лос-анджелес там часов шесть-семь до мы выхали немножко из лос-анджелеса сейчас мы проехали вчера и потом на ростере поспали проще туда проще мы все правы на 5 уехали не по первому сказочной живописности хайвэй но объехали бы там дальше ехать может быть после после сан-франциско вот приезжайте завтра санта-круз это как раз на первом может так и сделаем да хорошо давайте у нас такая традиция мы так машем рукой все мы говорим пока 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 пока